Галина Фомичева живет в доме на улице Коммунистической в районе перекрестка с Клинической вот уже почти полвека. Рассказывает, в последние годы жизнь здесь заиграла яркими красками. Благодаря губернаторскому проекту содействия отремонтировали дорожки, сделали новую детскую площадку. А главное, здесь появилась сцена, а вместе с ней и концерты. Все технические возможности для этого здесь также имеются. Такие мероприятия это сближает, это делает жизнь интересной. Мы здесь познали всю нацию, которая у нас живет в городе. У нас такие концерты, это не первый и не последний, я надеюсь. И мы рады, что в нашем дворе такое организовывается. Этот теплый осенний день не исключение. На сцене представители различных этносов поют песни и танцуют национальные танцы. Напомним, что в этом году в День города открыли парк дружбы народов. Атмосферу праздника решили сохранять и далее. Представители национальных диаспор, Дома дружбы народов, ТОС и другие общественники всегда поддерживают такие идеи и помогают провести праздник на высоком уровне. Это знакомство с национальной культурой, это знакомство людей между собой. Конечно, самое главное, чтобы они проходили непосредственно близости к домам. Не каждый имеет возможность поехать в парк дружбы народов, на Грушинскую платформу, там еще куда-то. А во дворе, вы видите, тут публика выходит с удовольствием. Люди вот услышали музыку, выходит во двор. К гостям, а прийти могли все желающие, повышали настроение не только творческие номера. Тепла и уюта добавили угощения и горячий чай. Жители интересно и познавательно провели в досуг благодаря фестивальному проекту ТОС Мичуринский под названием «Этника МОБ». Активные общественники реализуют его с 2012 года. Название проекта выбрано не случайно. Этника отражает почитание жителями национальных традиций, а МОБ напоминает, что участников фестиваля, а он привлекает и старшее поколение, и молодежь, собрали, используя современные средства связи. Межнациональный праздник был приурочен также к 170-летию Самарской губернии. Это помогает представителям многонациональной Самары еще лучше понимать друг друга, быть сильными и сплоченными. Чуваши, евреи, армяне, татары, дагестанцы и не только исполнили свои номера. И хотя со сцены звучали песни на различных языках, подпевали им всем двором. Дарья Иванова, Николай Епифанов, События.